Доброе утро, Тимур! Всем, что сегодня? Мы с твоей помощью, с помощью человека, который является для нас, для всех, апологеном хорошего настроения, бодрости, ясности. Я думал, на этом все закончилось, просто ты... Ну и, собственно говоря, все. Нет, еще пока не все. Что мы будем готовить сегодня, на завтра? Мы будем готовить сегодня двуцветное гаспачо. Гаспачо, это, правильно я понимаю, это испанский холодный суп. Холодный суп, томатный. То есть мы сегодня будем готовить национальное блюдо Тимура. Естественно. Тимура испанская фамилия и испанская внешность. Так. А что мы будем после гаспачо закидывать в топки наших желудков? Мы будем закидывать ребра. Блюдо называется телячьи ребра, как это ни странно, в ягодном соусе. В ягодно-винном соусе. Или с ягодно-винным соусом. В ягодно-винном. Да, давайте, друзья, начнем готовить. Тимур, что лучше нам, с чего начать? Лучше начать с супа, естественно, потому что, во-первых, да, его придется сразу съесть, потому что он не может стоять. Что нам нужно? Нам нужна большая посуда для того, чтобы закинуть туда помидоры. Сначала их нужно бланшировать. Я помидоры бланширую. Соответственно, что такое бланшировать? Не устаю я повторять вам всем. Бланшировать друзья. Бланшировать друзей. Бланшировать друзей тоже можно. На самом деле, что такое бланшировка? Это когда в кипяток ты опускаешь помидоры, после этого с него кожа сходит сама. Я себе напомнил малюту скуратовую сейчас почему-то. Хорошо. Да. Я удаляю сердцевину, чтобы нам не пришлось это делать позже. Хорошо, попробуем и так. Вообще, такое жестокое достаточно блюдо. Сдираем кожу, удаляем сердцевину. Есть еще такой способ, знаете ли, когда помидор можно еще вот так вот надрезать. Я не знал этих тонкостей. Нет, это очень-очень помогает. Потом вот так вот прям крестиками таким. Класс. Теперь смотрите, что мы делаем. Так. Берем. Раз на помидоры. Вот вам. Разрешите, я еще закину. Вот что? Опа. А вот мне почему-то кажется, что... Я до начала программы сказал, что я, может быть, устраиваю себе двойную работу. Так. А может быть, я делаю совершенно неправильно. Так. Я обычно снимал кожу с помидоров овощечисткой. Хотя это совершенно глупость, потому что, естественно, она не предназначена для помидоров, да и неудобно. Овощечистка? Овощечистка такая, да. Ну, мы сейчас пока помидоры, пока у нас поваляются в кипятке. Вот, может быть, а что нам мешает и еще один побразить Тимура? Тимур, как часто удается готовить? Я готовлю крайне редко, но с большим удовольствием, потому что, самое главное, я начал это делать ради любимой женщины, потому что моя жена однажды произнесла... А, между прочим, 2008 год подарил нам не только финансовый кризис. Он подарил... Ты в 2008 году сочетался законный брак? Нет, и в 2007. Я год скрывал. Правда, год скрывал. 2008 год подарил нам важное событие, годовщину твоего брака. Давайте поаплодируем Тимуру. Поздравим Тимура. Вам нужны агемиторы, да, и куда-то складывать. Складывать, да. Складывать нужно вот... Есть у нас такая посудина круглая. Которую мы будем измельчать. Да, да, да. Вот она. Вот она, сейчас я принесу. Бери скорей. Вот. Так. Тимур, я бы хотел рассказать, что происходит сейчас с твоим начинанием, связанным с твоим участием в шоу «Ледниковый вперед». Скажи, пожалуйста, Албена Денкова, она же представительница фигурной школы дружественной страны Болгарии. Совершенно верно. Вот ты, когда выяснилось, что ты будешь, как говорится, с болгаркой выступать? Ты, скажи, ты готовился как-то, ну, я не знаю, что-то читал, чтобы, может быть, какие-то слова учил на болгарском языке? Серьезно я спрашиваю? Я тебе серьезно отвечу. Я решил посмотреть предыдущие выпуски программы, вот, где моя замечательная партнерша выступала с известным тебе замечательным человеком, который наверняка был на этой программе, Игорем Верником. Да. Так вот, я, Аванечка, в 9-м и 7-м классе пошел учиться не как все настоящие парни на столяра или на слесаря, я пошел учиться на кулинарные курсы, на УПК. Серьезно? Да, серьезно. Я два года учился на кулинарных курсах. И, сам понимаешь, насколько Игорь лучезарный человек. Вот, да, да, да. Игорь действительно лучезарный человек. Действительно лучезарный человек. Дело в том, что много лет назад я работал с Игорем на одной вечеринке, вот, и влюбился просто в его голос и в то, как он общается с публикой, потому что это была, значит, какая-то корпоративная вечеринка, естественно, на которой Игорь развлекал гостей со словами «Друзья, давайте, наконец-то, нальем и выпьем за группу в компании». Уже такое, ну что, да. Игорь, значит, замечательная есть история, когда было 50-летие Израиля. Это было так давно уже, да? Это было давно. Вот. Или это может быть 55-летие, ну не важно. Может быть 60-летие Израиля. Может быть 60-летие Израиля. Не важно. Да, значит, я говорю, что Игорь вел это мероприятие, и на мероприятии потерялся мальчик. Это реальная история, я Игорю ее не напоминал, вот, просто свидетелем был опять же не я. И он выходит такой счастливый, прекрасный, к публике в очередной раз, как поздравляясь с праздником, друзья. И он говорит, друзья, потерялся мальчик. Зовут Энон. Давайте поищем его, друзья. Энон, пойди сюда. Энонушка. Энончик. Вот, слава богу, мальчика нашли. Ну, естественно. Да. Ведь израильских спецслужб одни из самых лучших в мире. Да, мне кажется, мы уже... У нас прямо... Нет, нормально у нас сейчас. Сейчас мы уже практически до... Я вынужден вас расстроить, Иван. Это всего лишь половина нашего супа, потому что вторую мы будем готовить в другой посудине. Она вот, она здесь. Так, а что будет во второй половине? Вторая половина будет представить себе вторую. Вторую половину, да, как это ни странно. В общем, это будет двуцветный гаспачо. Поэтому, значит, вторая половина нашего супа будет зелёной. Так, значит, правильно я понимаю, что сейчас вторая часть гаспачо будет состоять из авокадо? Авокадо, огурцов и зелёного перца. Вот почему нужно выбирать мягкий авокадо? С него кожа снимается вообще просто в три секунды. Если это делает профессионал, а не я, например, да, то это происходит ещё быстрее. Вот таким вот образом обычно оно снимается. Прекрасно, прекрасно. Мне доставляет это в сумасшедшее удовольствие. Какие продукты чаще всего в семье Родригес на столе? Какие блюда? Какие блюда? Ну, разные блюда, честно говоря... Что жена готовит самое вкусное, Тимур? О, Господи, жена самая вкусная готовит манты. Как это ни странно. А почему это может быть странно? Не знаю, может быть, ты надеялся, что я скажу какой-нибудь... Ну, ладно. Что я мог сказать? Ты знаешь, что я делаю? Я чищу этот самый авокадо вот сюда, в тарелку. Ты меня заговорил. Да. Я это делаю. Ты только что сам себе напомнил, что ты делаешь с ним. Да, спасибо. Так. Я вытру руки. Значит, да, о чём это я? Ты говорил о том, какие блюда можно, придя на тёплую семейную вечеринку в дом Родригес. Да. Я могу сказать, что я, в принципе, никогда не ел манты и не жаловал своей любовью пельмени. Но моя жена их так потрясающе готовит, я имею в виду манты, что в последний раз это блюдо стало просто уже трижды хитом. Все мои друзья теперь ходят к нам исключительно на манты. Правильно я понимаю, что ты авокадо и зелёный перец? Ещё огурцы желательно. И желательно огурцы. Огурцы тоже чистить нужно? Ну... Думаешь, что да? Не сложно, да. Сколько огурцов нужно? Мне кажется, что вот с перцем, он же такой не очень сочный. Ну да. Ну, огурцы, я думаю, что четыре хватит. Тимур. Да. Несмотря на то, что чистить огурец доставляет мне удовольствие не меньшее, чем слушать твой рассказ, я прерву и то, и другое. Главное, чтобы повар был доволен в хорошем настроении. По-моему, повар более чем доволен. Я на секунду оставляю Тимур Родригес на нашей кухне. У нас короткая реклама, после которой мы вернёмся. И вы знаете, какому великому писателю Александр Дюма, сын, посвятил свою знаменитую фразу «Популь, отцы, гречки». Виктор Петрович, мама, Ираида Павловна, перестаньте есть на секунду. Дедушка, не чавкай. Кажется, кто-то в дверь постучал. Кто там? Эдуард Лимонов. Это я, Эдичка. Дорогие друзья, смак на первом канале. У нас в гостях сегодня Тимур Родригес. И мы готовим с Тимуром блюдо национальной испанской кухни «Гаспачо». «Гаспачо», совершенно верно. Тимур, что у нас сделано? Я думаю, что нет смысла просто тратить сейчас время на заполнение миски до краёв. Я думаю, что в принципе можно... А правильно я понимаю, что... Подожди, секунду. Что добавлено сюда? Здесь это у нас... Здесь это кинза. Кинза. Это для аромата. Так, а базилик мы добавляем? Мы можем чуть-чуть кинзить базилика, да. Значит, я напоминаю, что у нас в этой ёмкости у нас всё красное, в этой всё зелёное. Но я бы как раз... Вот как мне кажется, базилик особенно хорош именно в томатном супе. Он, не знаю, никогда в жизни не готовил суп ещё, добавляя в него авокадо, огурцы и зелёный перец. Но мы всё зелёное отправляем вот сюда. Добавляя сюда, добавляя сюда сразу вот это вот всё. Да? Совершенно верно. Закрываем. Так. И теперь, дорогой Тимур, на помощь к нам приходит знаменитая вещь, культовая вещь в нашей программе – дробило. Дробило. Так. Такие вещи мешают готовить. Начнём вот с этого, я думаю, да? Вот. Да. Я думаю, что можно добавить, если будет слишком густо огурцов, чтобы они дали сок, и это всё-таки было более-менее... Мы это будем смешивать, я правильно понимаю, или нет? Будем смешивать. Я покажу, что мы это должны смешать. Это самое интересное в этом блюде. Уже в процессе, да? Так. 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 Что мы имеем? Замечательно. Мы имеем прекрасную... Покажите, пожалуйста, телезрителям. Это консистенции... Вот. Это огурец, который так и не попал под дробило. Там есть такой, да? Есть такой, но он убежал от тебя, ничего страшного. Так, что же дальше? Мне кажется, это очень радостное вообще. Да, прекрасно. Вот цветок. Перейдём сюда? Да. Так. Я вообще люблю это делать. Я сейчас понимаю, что... Вы знаете, что? Я, друзья, некоторые, особенно те люди, наши телезрители, которые живут в строящихся домах, вернее, в домах, которые не строятся, в домах, которые счастливые соседи делают ремонт. Каждое субботнее утро встречаются с радостной улыбкой, потому что по субботам не работают строители и не сверлят. Каково же удивление многих наших телезрителей, когда я сегодня проснулся вот с этим звуком. Чем меня пугает дробило, это тем, что какая-то часть овощей, которая находится вот в этой миске, она может скользнуть от ножей. Не волнуйтесь, отсюда же никто не ускользнул. Вот он. Ну это, господи, это дурачок. Считайте, что это граф Монте-Кристо. Потом он будет рассказывать своим друзьям, вот этим вот неотюсным, не нюхавшим порох огурцам. Он говорит, ребята, я вырвался из такой мясорубки. Я побывал в петле. Со второй миской куда лучше все хорошо и быстрее. Нам осталось сделать самое важное. Добавить. Придать этому, да, нужного аромата. Тимур, а я думаю, что на самом деле мы это можем сделать уже без участия дробило. Да, мы можем перемешать ложку с ним. Потому что, как поется в песне, у дробило выходной. Все. Это очень короткая песня. Самая короткая песня про дробило, которую я когда-нибудь слышал. Так. Ну, прекрасно. Так. Ложка для того, чтобы перемешать. Спасибо. Есть еще одна. Замечательно. Вот давай с двух рук это и делай. Мы это сейчас все перемешиваем, да? Мы перемешиваем. Соль перец мы сейчас добавим? Соль перец обязательно, да. Я предлагаю черного перчика. Черного перчика вам. Пожалуйста. Итак, я напоминаю, что у нас находится... Спасибо. Вот здесь и здесь. Значит, в красном углу нашего ринга здесь у нас находятся огурцы, зелень, зеленый перец и авокадо. И в том числе зеленый базилик и кинза. Здесь у нас находятся помидоры, красный перец. Все, оливковое масло. Оливковое масло и там, и там. Соль. Соль. Мне почему-то кажется, что вот крупная соль, такая вот, такая деревенская, это еще такое достаточно деревенское блюдо, нет, Тимур? Я думаю, что да. Простое. Простое. Я могу сказать одно. Самый главный рецепт этого блюда заключается в следующем. Надо, чтобы все, из чего вы делаете суп, было свежим. Да. И все. Я думаю, что по большому счету мы можем уже начать. Смешивать? Смешивать. Я сейчас объясню, что нужно сделать. Ладно, я переложу эту ложку, потому что это все-таки густое. Так. Я сейчас объясню, что мы делаем. Для того, чтобы гаспачо приобрел тот самый вид. Смотрите, смотрите. А, так удобно, спасибо. Вот смотрите. Да. Так, вот все, сюда достать. Я, кажется, понял, что вы имеете в виду. Да. Так, теперь мы берем... У нас есть еще одна повара. А, ну, можно... Это можно как раз... Можно просто вылить, да. Это можно как раз вот так сделать. И я готовлю... Вот для того, чтобы получить настоящее эстетическое наслаждение от того, что мы с вами сделали, предлагаю взять стеклянную посуду, чтобы это было видно не только сверху. Так, я... Ну-ка, давайте. Получится, не получится, называется. Потому что в свое время этим я очень удивил и порадовал свою жену. Но я не знаю, получится сегодня это или нет. Простите, пожалуйста. Да. Вы порадовали тем, что получилось, или тем, что не получилось? Тем, что получилось, конечно. Прекрасно, да. Значит, друзья, для того, чтобы это было действительно красиво, это обязательно нужно делать с двух рук. Тихо. Давайте. Красота. Сейчас, 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 сейчас. Вот это. Давайте. Нужно погуще. Так. А почему никто не аплодирует? Посмотрите, что происходит. Сейчас это все уляжется. Можно сразу украсить базиликом красиво. Так. Красным или, не знаю, зеленым. Слушайте, ну, Тимур. Да. Ах вы. Ах я. Ах вы. Так, вот так. Будечник вы. Посмотрите. И блюдо готово. Что приготовил для вас, друзья, Тимур Родригес. Одну секундочку. Друзья, надо бы нам попробовать. Дело в том, Тимур, что, как вы сами сказали абсолютно верно, гаспачо надо есть сразу же. Да. Самое главное, это успеть попробовать с обеих половин, а потом уже можно начать... А вот смотрите, попробуйте с этой, я попробую с этой. Смотрите. Не хватает соли и перца, потому что... А у меня все хорошо. А, да, я понимаю. Теперь так. Тимур. Да. Вы сказали, не хватает соли и перца. Смотрите, что я хочу вам предложить. Ну-ка, ну-ка, Тимур, давайте-ка. Давайте-ка, Иван. Давайте-ка. И вот еще один. Это... Это аббат... Сейчас я вспомню его имя. Фа-фа-фа, который сидел за стенкой. За стенкой? Монтекреста. Фария. Фасолин? Нет. Хорошо, ладно. Фария, да, по-моему. Да, вот. Я все-таки вспомнил его имя. Прекрасно. Сейчас мы сделаем еще, еще одну порцию. Это всегда весело. Это, наверное, как свежевыжатый сок нужно есть действительно сразу. Потому что я уже говорил об этом. Давайте-ка. Давайте-ка. Можно я попробую? Конечно. Слушайте, ну у вас вот получилось, а у меня нет. Просто надо учитывать, что это... Я еще и не начинал. Это плотнее, а то жиже. Смотрите, пока красная армия всех сильней. Сейчас мы опять немножко красненького. Немножко у меня, видите... Ну, смотрите, ну... Это такое развлечение кухонное. Так. Так. Главное, чтобы линия шла точно по центру. Блестяще. Как мне кажется, это очень вкусное блюдо. Самое главное, полезное. Вот. И смотрите, что мы можем сделать сейчас. Да. Вот, друзья, давайте, друзья, поаплодируйте нам еще. Лучки стали меньше. Попробуем. Да. Ну-ка. Аплодисменты. 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 А это у нас короткая реклама на Первом канале, после которой мы вернемся и узнать, что знаменитая сказка Александра Роу-Морозко в польском прокате называлась «Студень». Дедушка, а что бы сейчас хотел больше всего на свете? Эх, внучек, поесть бы до отвалу, а потом выкурить тонкую сигаретку с ментолом. Эрнац Кемингуэй. Старик и море. Дорогие друзья, смарт на Первом канале. У нас в гостях Тимур Родригес. Мы уже приготовили гахпачо. Мы уже его съели. И сейчас у нас лежат здесь телящие ребрышки, которые будут готовиться как, Тимур? Они будут готовиться в собственном соку и чуть-чуть в оливковом масле. Давай тогда займемся вот чем. Я могу, если ты мне дашь те специи, которые ты хочешь, чтобы были использованы, я могу заняться ребрышками, а ты можешь непосредственно перейти к соусу. Значит, специи могут быть любыми. Просто все зависит от того, какие специи предпочитает человек, который будет это есть. Вот. Я считаю, что специи много не бывает. В общем, есть сушеный базилик, потому что свежим мы можем натирать, конечно, до поселения. Значит, для начала, для начала, я бы сделал вот что. Ну, это такое сугубо, такое вот... Я знаю, что ты хочешь сделать, и это очень правильно. Значит, у нас есть где-то тут соль. А что за ягодный соус, Тимур? Ягодный соус из смородины, малины, и украшать мы будем это все ежевикой, вот она уже стоит приготовленная. Нельзя ли нам уже... Взглянуть на это, да. Нельзя ли нам уже... Естественно. И самое главное в этом соусе, основа этого соуса будет ягоды, вижу ягоды раз, ягоды два нужно найти. Смотри, при помощи кисти... Это смородина. ...тонким слоем мы оливковым маслом с перцем промазываем, чуть-чуть просто. Что такое, Тимур? Слишком много продуктов, я понимаю, может быть, надо было... Помочь ли тебе, Тимур? Да. Я хочу сказать, что на самом деле мясо достаточно свежее, у нас накаливается сковородочка. Накаливается сковородочка, мы можем, кстати, параллельно начать уже готовить соус, потому что... Я предлагаю тебе это сделать. Значит, у нас что, мороженое... Это смороженая ягода. Так. Это малина и, соответственно, смородина. Нам нужно поставить это на огонь, конечно? Нам нужно поставить это на огонь, но прежде мы вываливаем сюда сейчас ягоды, потому что... Что останавливает? Да. Ну, давай вываливаем. Пожалуйста. Всё? Нет. Ну, вот так вот, я думаю, что достаточно, это будет очень много, в принципе. Ну, да. Так, хорошо. Выпариваясь, вода, собственно говоря, греет фрукты. Или ягоды. Или ягоды, да. Оранжевым скребком, раз уж есть такая возможность, мы можем распределить равномерно ягоды по... Поскольку они мороженые, вода сейчас будет действительно из них... Да. Так и сочится. Так и сочится. Так, ягоды мы оставили. Ягоды мы оставили. Плюс ко всему, не надо бояться испортить ягоды, потому что для того, чтобы украсить, у нас есть, например, свежие, которые мы не будем использовать. Хорошо. Вот это нам больше не нужно? Это не нужно. Убираем. Откуда этот рецепт, Тимур? Этот рецепт, это моё желание всего лишь пока подражать, а может быть, и потом уже придумать свои блюда, хорошим ресторанам, в которых я имел счастье быть в Европе. О! О! Вот это заход. Да. Не то, что там. Хочу нажраться от пуза. Халяву, да? То есть моя биография. Вот уже начинают, да? Начинают, да. Подтаивать ягоды. И, собственно, на маленьком огне, да, это именно каком-то сейчас мы... Как ты понимаешь, вот уже мы второе блюдо с тобой готовим, а ощущение как раз вот, мне кажется, приятное, именно из-за того, что это всё натуральное. То есть мы ничего не, там, не маринуем, мы ничего не варим. Вот, на всего лишь, да. С твоего позволения, я сейчас попробую сделать то самое. Да. Чем хороши телячьи ребра? Это тем, что они, как я уже сказал, могут жариться в собственном соку. Нужно там добавить каплю оливкового масла. Сейчас, когда ягоды окончательно растопятся, я покажу, что с ними нужно делать, для того, чтобы соус был по-настоящему вкусным. Значит, в принципе, вот ягоды уже начали немножечко подогреваться. И вот сюда как раз, вот сюда, можно добавить уже того, ради чего я пришёл на программу, смак сегодня. Так. Вот. Пожалуйста. Красное вино. Хорошее сухой красный. Давай. Так, можно добавить теперь вина немножко сюда. И хватит. Главное, не переусердствовать. Лучше вино потом... Это какой прожатки? Мирио. Мирио. Да. Вообще, вино, говорят, что кипятить нельзя, потому что оно теряет свои вкусовые качества, но так как мы не будем его пить отсюда... Дым чуть-чуть, подальше, до огня. Да. Оно всего лишь придаёт вкус и соусу. Так. Где наш сахар? Где, вернее, ваш сахар? Вот это, да? Тимур, скажи, будешь ли ты... Вопрос, который мучает всех нас, твоих поклонников, будешь ли ты принимать участие в продолжении ледникового периода, появишься ли ты ещё... Тимур, приходи на ледниковый период. Хотя бы посмотришь с трибуны, да. А там, будь что будет. Спасибо. Я думаю, что если ты неожиданно в момент выступления Алексея Ягудина заменишь его на льду, Татьяна Тарасова будет только рада. Она скажет, Тимур может всё! Ура! Что-то правильно! Татьяна Анатольевна, так вас люблю, что... Эта фраза не поможет тебе, к сожалению. Тимур, после этой едкой пародии... Можем выключать. Как это выключать? Выключать, что это вот так. Всё, это готово, да? Мы можем... А, я хотел добавить сахар. Добавляй сахар прямо сейчас, перемешивай, закрывай крышкой. А мы... Тростничный сахар. Я думаю, что мы... Переставим. Я очень люблю фьюжн, поэтому... Поясни. Да. Смешение различных кухонь. Да. То бишь, смешение, казалось бы, несочетаемых абсолютно продуктов. Например, сладких, солёных, или, например, горьких и острых. Мне кажется, это, наоборот, очень хорошо. Особенно мне нравится как раз сочетание мяса с ягодным соусом. Хотя, например, большинство моих друзей это просто не понимает. Но я и не пытаюсь их переубедить. Просто заставляю. Не является ли твоей частью в ленинговом периоде тоже, а частью фьюжн, когда ты смешиваешь вещи несовместимые, на первый взгляд, артиста эстрады, телеведущего и спортсмена, и фигуриста. А ты продолжаешь тренироваться, кстати? Я тренировался как раз во время гастрольного тура, вот, и перед ним. Потому что, слава богу, мой друг Вадим Колганов, который, кстати, был у тебя на передаче, отвечает за сознательность участников, вот, как минимум, нас двоих. Вот, он позвонил и сказал, старичок, а пойдём-ка прокатимся? Вот. И это было, собственно говоря, после Нового года, перед нашим туром. И я понял, что хорошо, что у меня есть друг такой, потому что... Вадька Колганов. Вадька Колганов. Выкатись я на лёд в каком-нибудь городе, например, Челябинск или Екатеринбург, где нас прекрасно встречали, вот, со своими ногами деревянными. Ладно, ладно. Не размятыми. Ладно. Вот, всё очень плохо. Зачем? Зачем? Зачем ты называешь эти стебли бамбука? Кстати, очень жаль, что ты так и не пришёл на шоу, когда я тебя звал. Ты пришёл уже, когда я, понимаешь, оттуда вылетел по причине травмы моей замечательной партнёрши. Да. Слушай, а вот обидно было... Я тебя очень ждал, правда. Я видел, что ты катался всё время и озирался по сторонам. Я понимал, что это не связано просто так. Так, теперь очень важный момент. Смотри, я предлагаю есть так. Я двумя вилками, а ты двумя ножами. Нет, лучше... Так, это мельничка. Мельничка. Вот очень важный момент. Вот так она, да, вот так. Нужно обязательно... Вот так вы решили сделать? Да. Позвольте, я вам буду выкладывать... Хоть чем-то... Раскалённое мясцо. Украсить. Вот сюда, да. Давай, меня всё наносим. Так. 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 Теперь нам нужен какой-нибудь ковшик для ягодного соуса. Ковшик для ягодного соуса. Потому что оранжевый скребок нам не поможет. Берём поварёшку. Берём поварёшку. Да, всё. И аккуратно, очень красиво, да, добавляем соус. Вообще, в принципе, в нашей стране... Я акцентирую... Крути тарелку сейчас, смотри. Давай, 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 крути. Очень красиво. Очень, да. Главное, оригинально. Оригинально. Значит, да. В нашей стране почему-то принято всё время есть с каким-нибудь гарниром. Ну-ка. Здесь мы даже можем... Да, можем как-то, да. Вот так. И даже чуть-чуть на мяско залезло. Залезло. Так. Вот. И теперь украшаем вот так. Это всё? Ежевикой свежей. Ежевик? Ежевик. Вот можно пару ягод сюда бросить. Вот. Одну вот сюда. Так, вот так, вот так. Так. И надо обязательно украсить мятой. Немножечко мятой. Более того, Тимур, чтобы напомнить всем, что мы готовили в первой части программы, я настаиваю, что и горячий кусочек телятинки хорошо бы запить холодненьким гаспачо. Холодненьким гаспачо, совершенно верно. Давайте я быстро напомню всем, как Тимур Родригес готовил соус. Потому что мясо мы просто обжарили на гриле. А соус мы готовили очень просто. Замороженная малина и смородина разогреваются. Добавляется красное вино и сахар. Обязательно. Всё. Обязательно вино. Украшается мятой. Дорогой Тимур, ну давай же пробовать скорее. Друзья, отведаем того, что приготовил нам Тимур, наш друг Родригес. Мясо я бы даже... Что скажешь мне, Тимур? Я бы добавил специи в мясо. И чуть-чуть сахара всё-таки, да, наверное, в соус надо. Хотя я... Чуть-чуть, потому что... А я бы сказал, всё очень хорошо. В принципе, очень вкусно. Вот поэтому, Тимур... Да. Я не откажу себе в удовольствии съесть... Приятного аппетита. Кусочек Ирана. Дорогой Иван. Сейчас. Вот как надо его есть на самом деле. Ты всё-таки я правил. Пограничные территории. Я же сказал тебе, что нужно как раз будет... Вот ещё одну ложечку. Прямо... Прямо с этой стороны. А? Как мы готовили гаспачи, ещё раз напомню. Всё красное вы перемалываете в одной миске, всё зелёное в другой. Всё гениальное просто. Главное, не забудь очистить помидоры, добавить базилик и зелень, огурцы, чтобы были свежие, авокадо, чтобы было мягкое, и зелёный болгарский перец тоже, чтобы был очень сочный. Обязательно спец. Всемирно известный производитель посуды Тапово дарит инновационные изделия. Набор охлаждающих лотков и кастрюлю от шефа. Спасибо. Из нового, Тимур, металлического каталога. Готовить Стапово – это просто увлекательно и выгодно. Тимур, это для тебя всё. Спасибо, дорогой. Дорогие друзья, у нас в гостях был Тимур Родригес. Человек-песня, человек-танец, человек-человек. Тимур Родригес, магия. Спасибо. Спасибо огромное, Тимур. Спасибо, что я буду тебе. Дорогие друзья, несколько минут отделяют меня от того, чтобы я продолжил трапезу с Тимуром, и одна неделя отделяют вас от нас. Смотрите нас ровно через неделю, и вы узнаете, что «каракатица» в переводе с венгерского означает «дорогие друзья». Перед банкетом хочу объявить, что у нас сегодня почётный гость нашего кинофестиваля – режиссёр Юрий Карра. Продолжение следует...